Гриппа в Бурятии нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре и успокоили заболеваемость другими респираторными вирусами ниже эпидпорога почти в два раза. С вами Алексей Фишев. Здравствуйте. И вот на чем еще остановится Восточный экспресс. На угольном разрезе в Гусенозерске произошел взрыв. Есть пострадавшие. Подробности у Баирмы Роднаевой. Необычный песок или реагенты посыпали в центре города. На место выехала сержанна Мордогеева. Нестабильно, да к тому же наблюдаются явные ухудшения. Речь об экономике Бурятии. Ее состоянием и прогнозами поинтересовалась Мария Крайского. И начнем с ЧП на производстве. Взрыв газа произошел на угольном месторождении в Селенгинском районе. Пострадали два человека. Руководство предприятия, по всей видимости, попыталось скрыть информацию о происшествии. Не удалось. Продолжит Баирма Роднаева. Инцидент произошел 28 января в районе 16 часов дня. На разрезе Баинзурхэ в 10 километрах от Гусенозерска водитель Белаза увозил очередную партию угля. Но заметил, что колеса большегруза сильно накоренились в одну сторону. Решил подкачать азотом подвески. После процедуры подъехал еще один Белаз. Мужчины только подключили баллон к авто и вдруг... Он говорит, и все, пошел, мы начали к авто, только искру мы видел, и все. А дальше, говорит, все, взорвалось. Потом вот у меня руки-ноги отказали. Слава богу, все целое, просто живот, ноги, рука одна. Сейчас начальство вообще никак не хотят. Они нам предлагают 15 тысяч, типа рот закрой, и все. Оказалось, что в баллоне вместо азота находился кислород. Он-то и дал такую реакцию. По словам самого пострадавшего, на предприятии емкости от этих газов неоднократно путали и меняли. По технике безопасности для азота предназначался черный баллон, для кислорода – синий. В этот раз пак использовали другого цвета. Водитель второго авто пострадал сильнее. У него обгорело лицо, получены и другие травмы. В данный момент находится в районе больницы. Да, двое. Один госпитализирован, другой пошел как амбулаторный. Один госпитализирован до сих пор, да? Да. После инцидента прошло уже два дня. Контролирующие органы, Ростехнадзор и спасатели не были даже в курсе. А работодатель никакой трагедии во взрыве не узрел. От комментариев воздержался. Очевидно, поспешил все быстро замять. Зато ситуацией заинтересовалась трудовая инспекция. Туда пострадавшим необходимо обратиться с заявлением на начальство. Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, либо при поступлении обращения заявления пострадавшего, либо лиц, находящихся на неждевении погибшего, проводит дополнительное расследование. Как правило, проводит в течение 30 дней. В случае, если госинспекторы выявят нарушение, то должностным лицам грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Юридическому от 50 до 80 тысяч. Но деньги ли это в сопоставлении с бюджетом угольной компании? К слову, на этом же разрезе 4 года назад скончался 37-летний мужчина. Водителя Белаза засыпало рухнувшим грунтом. Байерма Роднайлова, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Ригус». Не удалось скрыть грубые нарушения и от горожан. Бдительные улан-уденцы обнаружили на дорогах города запрещенные реагенты. Кто решил их использовать вопреки закону в Улан-Удэ? На место выехала наша съемочная группа. Только что ехал по улице Мадагоева. Передо мной пескоразбрасыватель. Вот только песок он сыпал какой-то подозрительный. Как будто с примесью. Мы выехали и что мы видим? Действительно, вся проезжая часть усыпана непонятным белым веществом. В руках не тает. На земле прослеживаются характерные точки. Снег как будто разъело. Ни свидетелей, ни спецмашину мы не застали. Но внешние признаки насторожили даже прохожих. Накануне на этой улице работал комбинат по благоустройству. Действительно, соль как противолетный компонент можно использовать только при температуре выше минус 15, максимум минус 18. Иначе эффекта не будет. Но могла ли она пролежать в таком виде месяц? И мог ли водоканал ею воспользоваться? В связи с образованием опасной наледи возле бордюров, было принято решение о возобновлении работ по благоустройству проблемного участка. Это сколка льда и его вывоз, а также подсыпка дорожного полотна песком. Данные мероприятия проводятся совместно с КБУ. Ни о каких реагентах речь не идет. Мы решили узнать, что это за вещество. У нас два стерильных контейнера. Возьмем пробы. Одну пробу возьмем прямо с центра проезжей части. Так, машин вроде бы нет. И еще одну пробу возьмем с обочины. Так, вот здесь непонятная кучка у нас. Непохожая на снег белого цвета. Теперь эти контейнеры мы отправим на экспертизу. О данном инциденте оповещены все надзорные органы. Напомним, Улан-Удэ находится в центральной экологической зоне. Применение любых химикатов, опасных для природы, запрещено. Есть федеральный закон об охране озера Байкал. Ведь понятно, что все это попадет в Селенгу и дальше в Байкал. Тот же, казалось бы, безобидный хлорид натрия, соль, которую мы употребляем. Хлор – это такое бактерицидное вещество, это сильный яд. Между тем, мэрия уже давно пытается выбить разрешение на реагенты. В заключение, на официальный запрос должны выдать 1 февраля. Но будет ли оно положительным – не факт. Может, поэтому снег на дорогах Улан-Удэ стал экстренно таять. Сержант Мердегеева, Борис Геленов, телекомпания «Орегус». Долги Бурятии растут за год больше, чем на миллиард рублей. Общий же объем госдолга приближается к половине собственных доходов казны. Тревожные цифры позвучали в Москве из уст первого зампреда правительства Бурятии. Игорь Шутенков выступил с докладом в Совете Федерации. По его словам, совокупный долг уже превысил 14 миллиардов рублей. И нагрузка на местный бюджет будет только расти. Так в этом году надо будет довести минимальный размер оплаты труда бюджетников до прожиточного минимума, сообщает ТАСС. Тем временем экономика Бурятии пошла на спад. И это официальные цифры. Бурятстат показал социально-экономическое положение республики за прошлый год. В чем причины снижения показателей и чего ждать от 2018-го? Мария Красикова узнала экспертное мнение. Промышленные предприятия как главный индикатор экономики. И по итогам 2017-го он показывает красный свет. Снижение водоросли в целом почти на 8%. Но экономистов пугает состояние промышленных гигантов, сколько не на внутреннем, а на внешнем рынке. Мне лично совершенно непонятно, куда делалось у нас порядка 500-600 миллионов долларов экспорта угля, который у нас добывается на Тугнуйском угольном разрезе. В прошлом году, насколько я понимаю, это был самый минимальный показатель за все последние 25, если не 30 лет. Это говорит о том, что мы приближаемся уже к очень опасной такой черте. Если в 2015-м году мы за счет вертолетов вылезли, в 2016-м году вылезли за счет угля, то в 2017-м году у нас получается ни того, ни другого. Лихорадец сильно и сферу строительства. И хотя в целом здесь отмечается небольшой рост, но рынок жилья в прошлом году явно дал сбой. Потери более чем на 20%. Это отголосок того волна строительных работ, особенно жилищного строительства, который возник, когда было большое привлекательство рынка. Ушло много компаний в него. Они базировались на том, что была достаточно дешевая ипотека, были военные сертификаты. Нездоровые признаки есть и в торговле. Розничный оборот хоть и незначительно, но тоже просел. Эффект монголов перестал работать. Мы это почувствовали. Это в том числе было связано с тем, что те же самые оптовые компании наконец-то обратили внимание на соседний монгольский рынок и стали выходить именно с поставками товаров напрямую в Монголию. А вот цены на товары и услуги, а также тарифы стабильны и стабильно растут. И хотя по статистике и зарплата не стоит на месте, но реальные доходы населения падают. При этом по прогнозам 2018-й вряд ли станет исцеляющим для российской экономики. В федеральном бюджете в этом году образуется дыра порядка 2 триллионов рублей. Все эксперты ожидают, что после выборов президента России будет ужесточение фискальной политики, начнется новый виток налогового прессинга на физических лиц и предприятий. Ухудшить и без того нестабильное состояние могут новые санкции. Не успев отправиться от прежней волны, на Россию надвигается новая. Санкции, которые сейчас вводятся против предприятий ОПК и сотрудничествами заказчиков военно-промышленной продукции, могут далеко пойти и приведут, может быть, даже к паду заказов в нашей оборонной промышленности. Если в Бурятии объем заказов на наших заводах небольшой, на импорт, то в России в целом мы зарабатываем большие деньги за счет этой статьи. Не продавая оружие, мы потеряем большую статью доходов для страны. Диагноз экспертов 2018-й для России будет сложный год. И тут же добавляют, плюс у затяжного кризиса тоже есть. Жители Бурятии наконец-то начали жить по средствам. Или же попросту научились выживать? Мария Красикова, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». И смотрите далее в программе «Восточный экспресс». Приехали. Почему машины бросают прямо под окнами? Кому это мешает и чем чревато? Разбирался дежурный по городу. От сессии до сессии живут они невесело. А почему студентам БГУ придется потуже затягивать пояса? Выясняла Ольга Арсенукаева. Лучшие в профессии. О самых интересных площадках WorldSkills Russia в Улан-Удэ в материале Кристина Сосниной. И продолжим ситуацию на дорогах Бурятии. Девять человек пострадали в автомобильных авариях за сутки. О самых крупных ДТП далее коротко. Пять человек получили травмы в ДТП сегодня утром в селе Крэн Тункинского района. Пьяный водитель Audi A6 врезался в личный автомобиль сотрудника полиции. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили обоих водителей, двух несовершеннолетних пассажиров из машины полицейского и пассажира из автомобиля виновника ДТП. Еще трое человек пострадали накануне днем в аварии на трассе в Мухоршибирском районе. 36-летний владелец Рено Логан не справился с управлением и на встречной полосе врезался в Тойоту Королла. В лобовом столкновении две пассажирки Тойоты и женщины из Рено получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу села Мухоршибирь. Пожилая Улан-Удэнка попала под колеса автомобиля прямо на зебре. Около 7 часов вечера накануне она переходила дорогу на нерегулируемом переходе по проспекту строителей, где женщину сбил водитель Тойоты Камри. С травмами пострадавшую госпитализировали в БСМП. Берегись автомобиля и речь не об авариях. Достаточно поставить машину под окном. Для одних удобство, для других мучения. О борьбе за чистый воздух в жилом дворе, дежурный по городу. В метре от дома. Эту машину здесь оставляют каждую ночь. И, по словам соседей, хозяин нередко начинает ее прогревать, тем самым мешая им спать. А ведь это грубое нарушение не только правил общественного порядка, но и санитарных норм, а также правил дорожного движения. Ведь машины должны оставлять во дворе на специально отведенных местах. Сегодня уже ставится на газон этого дома три машины. Портятся растения, бордюры. Эти люди потеряли всякий стыд. Нужно думать не только о себе. А ведь с другой стороны дома, прямо у подъезда, есть свободные места на парковке. Спросим у хозяина автомобиля, почему же он не ставит машину здесь? Почему они ко мне-то не придут, не пожалуются? Что-нибудь там же... Они вас боятся? У меня не заводится она иначе. Холодно же было. В гараж ставьте. На стоянку платную. Знаете, что гараж миллион стоит в нашем районе? На платную стоянку ставьте. Но почему вы должны свои проблемы за счет других решать? Нет у меня сейчас возможности. Я заработала астму от того, что ставят машины, вот эти газы. Газа поднимается кверху, окно невозможно открыть. Вот она розетка, с помощью которой хозяин автомобиля, видимо, и прогревает машину. Соседи уже не раз обращались в ГИБДД, по их словам, но не помогло. В октябре прошлого года они написали заявление в администрацию советского района. Реакции не последовало. Спросим в местной управляющей компании, знают ли они о проблеме. Этот человек, который ставит машину, разговаривали с ним неоднократно. Он ставит машину, он сказал, я ставил и буду ставить машину. Я в Ким что должна сделать? Установить колочки, какие-то ограду. Мы посмотрели просто около других домов, вы же сделали так? Делали, но это очень затратно делать это все. Будем что-то делать, конечно. Возможно, также штрафы и предписания помогут нерадимым водителям сменить место ночевки их автомобилей. Мы же передадим наш материал в ГИБДД и Роспотребнадзор. Ну а если и ваши газоны и тротуары стали похожи на парковку, сообщите дежурному по городу. Приедем и попробуем сдвинуть проблему с мертвой точки. Светлана Семеренко, Виктор Горновской, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Подарок ко дню студента и в преддверии выборов. В БГУ понизили размер стипендий. Базовая ставка господдержки сократилась вдвое. Студентов это возмутило, но ничего не изменило. С чем связано непопулярное решение и можно ли увеличить выплаты? Денежный вопрос изучила Ольга Арсенукаева. Ребята, что вообще творится? Вот вы мне объясните, зачем уменьшать стипендию? Мы же рассчитывали на большую сумму. Все старались закрыть сессию на пять. А давайте устроим бунт. Верните степуху. О том, что стипендия стала меньше, студенты БГУ узнали в начале года. Правком оповестил учащихся через соцсети. Больше всего такие изменения ударили по карману отличников. Шести тысяч рублей выплаты сократили до трех. С семнадцатого года вступили в силу поправки в закон об образовании. И в соответствии с ним есть необходимый минимум, который обязательно должен быть доведен студенту. На сегодняшний день это тысяча восемьсот восемьдесят шесть рублей. Получается, от закона не отступают. Больше того, стипендия в три тысячи – это не предел. Но за повышение теперь придется побороться. Пополнить кошелек смогут активные студенты. За отличную учебу в течение двух семестров, за участие в научной и общественной жизни университета и за спортивные достижения. Кому и насколько повысить стипендию будет рассматривать специальная комиссия. Каждого студента в отдельности. Тот человек, который хочет себя самореализовать, вот, например, участием в студенческой весне, участием во всевозможного рода конкурсах, он уже имеет право подать документы. И с большой долей вероятности, такой студент будет награжден повышенной стипендии. Новый порядок начисления навел сумятицу среди студентов. Поддержат ли инициативу другие вузы? Пока на непопулярный шаг в Бурятии решился только БГУ. Ольга Арсенукаева, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус». Лучшие в профессии. В Улан-Удэ стартовал региональный этап чемпионата «Волтскилз». Более десяти направлений – от парикмахеров до электриков. На самых интересных соревновательных площадках побывала Кристина Соснина. Это основная, самая габаритная площадка «Волтскилз Раша» в Улан-Удэ. Здесь сразу в десяти профессиях выявляют лучших. Геодезисты, программисты, дизайнеры, мебельщики и даже электрики, например, здесь собирают схему управления трехэтажным подъемником. Большинству участников нет из 16-ти. Но задание в этом году сложнее, чем на международном чемпионате для взрослых. Помимо сбора основной схемы, то есть компоновки всего оборудования, еще необходимо выполнить программирование. И, соответственно, правильно расставить элементы и сделать таким образом, чтобы эти элементы выполняли каждую свою работу. Площадки разбросаны по всему городу. На каждой ведется онлайн-трансляция. Если есть желание, по клику мышки можно оказаться прямо на экзамене. Здравствуйте. Меня зовут родная Людмила Александровна. Я дежурная медсестра. На этой экзаменационной площадке все, как в настоящем хосписе. По экзамену здесь находится тяжело больной человек. И каждый медицинский работник должен проявить все свои навыки по уходу за больным. Медицинский экзамен проходит пять лучших представителей из колледжей Бурятии и других регионов России. Каждое слово и движение оценивают эксперты. Задания выдают за минуту до старта. Естественно, у нас очень такие волнения, потому что этот конкурс проходит впервые. Эти соревнования проходят в реальном времени. И, естественно, приобретая такой большой опыт, как участие в этих соревнованиях, естественно, качество услуг будет очень на высоком уровне. Здесь закаляется не только железо. До конца недели мастера сварки будут ваять детали. Условия у всех равные. У каждого конкурсанта свое рабочее место. И входить сюда может либо только участник, либо эксперт. Больше никто. Но нам все-таки разрешили заглянуть. Здесь и есть все необходимые инструменты. Но главное – новейшее оборудование. На таком участнике, говорят, еще не работали. Это очень дорогостоящий набор. Линейка, зеркало, обратную сторону Швасова смотреть, допустим. Штангенциркуль, угольник. Стоп! Выйти из кабина! Победители по всем видам станут известны к концу недели. Они отправятся на всероссийский полуфинал. Показать себя здесь. Там может дальше первое место и дальше другой город. Кристина Соснина, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Из Улан-Удэ в Париж. Может ли студентка из Бурятии попасть на мировые подиумы? Узнала об этом Саюна Бухаева. Тайбоксеры Бурятии готовятся к чемпионату Сибирского федерального округа. Как прошли отборочные состязания в Улан-Удэ. В материале Алексея Туровова. По стопам топ-моделей девушка из Бурятии покоряет мировые подиумы. Об участии Улан-Удэнке в показах известных кутюрье и рекламной кампании «Модного дома». Далее. Адриана Лима, Ирина Шейк, Дженнер Кэндл. Наравне с топовыми моделями и Екатерина Захарова. Сейчас 20-летняя Улан-Удэнка блистает на вывесках «Модного дома Бальмэн». А недавно приняла участие на неделе высокой моды в Париже. Семь показов за пять дней. Это личный рекорд Кати. На самом деле, каждая неделя моды вызывает у меня множество положительных эмоций. Так как для меня это не просто работа, это моя жизнь. Я знаю, что именно в эту неделю должна выложиться по максимуму. К большому успеху модель шла не один год. Все началось с улан-Удэнских показов во вторых рядах. Далеко не модельные параметры не давали девушке шансов начать карьеру за рубежом. Был момент, когда мы решили ее отправить на конкурс с «Мисс Россия». Мы иногда отправляем девочек, если мы видим, что модельная карьера, может быть, и не получится. Практически мы с ней уже распрощались. Мы говорим, давай попробуй. Да, ее вызывают в Москву, я беру билеты на кастинг. Все, и там ее, опять же, параметры раньше брали за 90, там 2, 3, но получилось так, что ее не берут. Но желание девушки переросло в цель. Достичь идеала помогли вовсе не жесткая диета или голодание, только дисциплина и рациональное питание. Сначала Екатерину Захарова пригласили в Милан, после в международное агентство «Элит Париж». Отбор она прошла по скайпу, чего обычно не бывает. В ближайших планах у моделей из Бурятии месяц непрерывной работы и перелетов. Нью-Йорк, Лондон, Милан и снова Париж. Именно в этой последовательности проходит мировой фэшн-вик. Саюна Бухаева, Батар Халматов, телекомпания «Ригус». С новым инвентарем к новым победам. Спортивные школы Бурятии переоснастили почти на 22 миллиона рублей. Все за счет программы развития физкультуры и спорта. На что потратили деньги и как обновили инвентарь. Далее. Хоккейная держава гордо называет свой Хоринский район местные спортсмены. Они не раз доказывали, в этом виде одни из лучших в республике. Неслучайные первенства Бурятии по хоккею с мячом проходят здесь. Колючий мороз не проблема. С новыми клюшками на перевесе на новых коньках хоринские хоккеисты готовы ринуться в бой. На деньги из республиканской казны дружину экипировали как с иголочки. Мы получили спортивный инвентарь, который сейчас с радостью используется детьми. Конечно, мы получили клюшки для игры, для хоккея с мячом. Получили коньки, лыжи получили и так далее. Это очень большое подспорье для нас, для сельчан. На коньки, на клюшки было выделено порядка 120 тысяч. И вообще общую сумму приобретения спортинвентаря нам выделили на 345 тысяч. Деньги выделили для всех районов республики. На что их потратить решили заранее. Оборудование закупали по заявкам от спортивных организаций. Более сотни наименований – от теннисных мячей до тренажерных комплексов и боксерских рингов. С новым инвентарем и планы на спортивную карьеру строить приятнее. Играть до 11 класса, идти в город, там продолжать играть тоже. Ну, короче, продолжать играть в том же духе. Бурятский спорт планируют поддержать и в этом году. На инвентарь выделят еще около 5 миллионов рублей. Сама программа стартовала в республике в 2013 году и продлится до 2020. Тайский бокс в Улан-Удэ. Подведены итоги открытого чемпионата Бурятии по этому виду спорта. В состязаниях приняли участие тайбоксеры из разных регионов. Продолжит Алексей Турбов. Самые опасные – это неожиданные удары. Удар на встречу с локтем. Ближние удары. Все с локтя. С колена, с прыжка. Такие удары. Батоба Дархаев – лучший спортсмен 2017 года федерации тайского бокса Бурятии. В прошлом году он собрал золотые награды, начиная от турнира в Улан-Удэ до чемпионата Сибири и Кубка России. Только на чемпионате страны стал вторым. Но в новом сезоне этот путь планируют пройти вновь. Раз, два, три, четыре, пять. В открытом турнире приняли участие сборные Зии и Белогорска из Амурской области. Впервые они сошлись на ринге с бурятскими спортсменами. В Амурской области тайский бокс, я считаю, достаточно хорошо развит. По Дальнему Востоку, где-то во всех городах у нас есть тайский бокс, это более пяти городских федераций, но по области человек 600 занимается. Поклонников восточного единоборства в республике, как и соседних регионах, из года в год становится все больше. На сегодня в Улан-Удэ и ближайших районах занимается около 400 человек. У нас, в принципе, многочисленные именно эти двора занимаются и в Волге. Также у нас клуб здесь есть, на базе БГУ. Там Тайк Пересвет, Могилинский, ребята занимаются. Вот ребята сейчас, участвуют ребята из Анафоя, пробуют силы в тайском боксе. На этих состязаниях сильнейших тайк-боксеров отобрали на чемпионаты первенства Сибири. Оно стартует через месяц в Новосибирске. В мае же Бурятию ждет одно из главных спортивных событий года. В Улан-Удэ впервые за всю историю тайского бокса пройдет первенство страны. Алексей Турубов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Такова информационная картина минувшего дня. С ее событиями вы также можете познакомиться на нашем сайте «Аригус.ТВ». Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»